Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. Студия Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру генерала Марка Милли на пост начальника штаба сухопутных войск. Адмирал Джон Ричардсон занял пост начальника штаба ВМС, а генерал Роберт Неллер назначен командующим корпусом морской пехоты. Напомню ранее, на слушаниях в Комитете по делам Вооруженных сил Сената США Милли и Неллер выступили за предоставление Украине дополнительных вооружений. Кроме того, Марк Милли заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для США, так как является единственной страной, которая обладает ядерным арсеналом, способным уничтожить Соединенные Штаты Америки. Франция и Россия разорвали контракт на строительство и поставку двух вертолетоносцев «Мистраль». Французское правительство уже вернуло Москве аванс. Кроме того, Париж вернет все российское оборудование, которое было установлено на судах. Его демонтаж должен завершиться в сентябре. Как только это произойдет, Франция получит право распоряжаться «Мистралями». В список вероятных покупателей вертолетоносцев могут войти Канада, Сингапур, а также Египет, который недавно приобрел у Парижа фрегаты-истребители. Напомню, контракт на поставку «Мистралей» России был подписан в 2011 году. Согласно договору, первый вертолетоносец должен был быть передан Москве в прошлом году, а второй – в нынешнем. Но президент Франсуа Алланд принял решение заморозить соглашение из-за ситуации на востоке Украины. Хиросиме зажгли свечи. Сегодня исполнилось ровно 70 лет со дня атомной бомбардировки города. Как чтили память погибших, смотрите в нашем следующем сюжете. Это Хиросима сегодня. Люди зажгли памятные свечи в бумажных фонариках. В далеком 1945 году в этот день на город была сброшена бомба. Это была первая ядерная бомбардировка гражданского объекта в истории человечества. Спустя три дня произошла вторая. ВВС США сбросили бомбу на другой японский город – Нагасаки. Я хочу, чтобы мой сын рос в мире и верил, что Япония – мирная страна. Очевидцы вспоминают, после взрыва больше всего многих поразила пустота. Не осталось ни животных, ни птиц, ни деревьев. Тёмные человеческие силуэты на редких уцелевших стенах – всё, что напоминало о ещё недавно живых людях. В Хиросиме погибли от 90 до 166 тысяч человек. Не то, чтобы мы помнили эту бомбардировку ежедневно, но это мероприятие напоминает нам о страданиях, причинённых бомбёжкой. Здание, на фоне которого прошло памятное шествие, называется «Купол Гембаку» – дословно с японского «Атомный купол». Это единственная уцелевшая постройка, расположенная близко к эпицентру взрыва. Около 20 лет назад его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сейчас это – Мемориал мира в Хиросиме. Здесь же состоялись более масштабные памятные церемонии с участием премьер-министра Японии Синза Абе и посла США Кэролайн Кеннеди. Считается, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки шокировали японские власти того времени и тем самым ускорили капитуляцию страны во Второй мировой. Акт о капитуляции формально закончил войну. Но оправданность этих бомбардировок до сих пор вызывает острые споры. Мигранты из Африки и из Ближнего Востока поселились в заброшенном техникуме в Париже. Беженцев там около сотни. Некоторые из них говорят – скорее умрут, чем вернуться на улицы. О жизни искателей убежища далее. Граждане Сирии, Афганистана, Эритреи и Ливии заняли здание, которое пустует уже 4 года. Многие помещения обветшали – кое-где разрушены стены или нет электричества. Но беженцы говорят – это лучше, чем жить вообще без крыши над головой. Мы не можем вернуться на улицы. Просто не можем принять эту мысль. Поэтому мы здесь. Даже если приедет полиция, применит насилие, мы никуда не уйдём. Люди здесь готовы даже подняться на верхний этаж, чтобы спрыгнуть оттуда и убить себя, если полицейские начнут применять насилие. Я поступлю так же. В Триполе 27-летний Экуб работал гидом для туристов. Во Франции он уже полгода. Успел пожить на улице Парижа в палаточном лагере, который недавно разогнала полиция. Здесь мы живём в доме. Над головой есть крыша. Здесь чисто есть кухня и множество ванных комнат, где можно помыться. Есть туалет. У нас тут всё организовано. Здесь спокойно. И ещё у нас есть еда. Между тем, молодой человек не намерен оставаться во Франции. Как и у многих других мигрантов, его маршрут лежит на север, в более обеспеченную Великобританию. Говорит, уедет при первой возможности. Пока же беженцы отдыхают здесь после нескольких месяцев скитаний. У некоторых открылось тяга к творчеству. Кто-то обеспеченно играет в мяч во внутреннем дворике. Здание принадлежит городу. Власти Парижа говорят, пока не намерены разгонять непрошенных гостей. Как предполагается, для мигрантов собираются подыскать более подходящее место жительства. В Киеве продолжают переименовывать улицы. Проходит это в рамках исполнения закона о декоммунизации. Как к этому относятся горожане и в чём заключаются тонкости процесса, в следующем материале. Это улица Ленина в Киеве. Уже скоро ей дадут другое название. Те, кому приходится ходить по ней постоянно, ждут переименования с нетерпением. В каждом городе, в каждом селе, в каждом населённом минимальном пункте есть улица Ленина. Я считаю, что кроме Ленина есть другие достойные личности или наименования, названия. То есть, чтобы каждый населённый пункт был собой. Потому что каждый человек старается быть собой, точно так же и каждый населённый пункт. После принятия законов о декоммунизации в столице предстоит переименовать около 100 улиц. В Дарнинском районе таких больше всего около 30. Спочатку мы хотим обговорить, какими названиями мы будем переименовывать улицы. Потом запропонуем у громадскости, может быть, несколько вариантов на одну улицу. А потом, вновь, мы должны решить это вопрос о громадскости. В Дарнинской администрации впервые прошёл круглый стол, на котором представили предложения жителей района. Директор местной централизованной библиотечной системы Оксана Головатая вместе с коллегами составила целый список выдающихся украинцев, именами которых предлагает назвать улицы. Это Сергей Лефар, который, если ты уже знают, он родился в Чапаевке под Киевом, в 1922 году имя Григо во Францию. Майер, которая уехала в Израиль, она первая женщина была израильтянка, которая побывала у Папы Римского, но она была премьер-министром Израиля. В обществе украинско-чеченской дружбы предлагают назвать одну из улиц района именем Джохара Дудаева. Это будет символично, это будет здорово. Почему? Потому что чеченцы приехали поддержать украинцев в столь непростое время и воюют. В составе вооруженных сил Украины есть воровольческие батальоны. После утверждения перечня новых названий район подаст свои предложения в комиссию по вопросам переименования при городадминистрации. После этого в течение двух месяцев будет проходить общественное обсуждение новых имен на сайте городадминистрации, и новое название утвердят депутаты Киевсовета. Предполагается, что процесс переименования улиц столицы может занять полгода. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.